Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередной кандидат выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. В Айтапе были отчуждены дома армян. Турция оказалась зажата между молотом и наковальней. Верховный комиссар ООН по правам человека осуждает посягательства на основные права палестинского народа. В результате ряда терактов на юге Сирии погибли по меньшей мере 32 человека. Лесные пожары в Греции. Хорен Абрамян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национальное собрание Республики Западной Армении началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Армения. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Беркай Илдырым, занимающийся наблюдениями в бывшем армянонаселенном районе Бэй города Айнтап, представил несколько подробностей о своей работе. Он отметил, что в этом районе жили армяне, турки и греки, однако армянами был оставлен особый след. А историк Мурат Ючанер, специализирующийся на истории армян Айнтапа, отметил, что в районе в вечерние часы из домов армян слышались звуки фортепиано. Сайт также отмечает, что в настоящее время мечеть спасения раньше была армянской церкви Сурб-Зуравор-Аст-Ват-Ацин. Дейли Сабах опубликовал обширную статью о турецко-иранских и турецко-американских отношениях, подчеркнув, что в результате санкций против Ирана Турция оказалась между этими двумя государствами. Соединенные Штаты начали против Ирана очередную войну на истощение и хотят, чтобы каждое государство внесло свой вклад в противодействие Тегерану. В настоящий момент США намерены полностью заблокировать экспорт иранской нефти, чтобы обокротить руководство страны. В то же самое время Вашингтон намерен сбалансировать мировые поставки нефти за счет увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Соединенные Штаты направили официальную делегацию в Анкару, которая должна предъявить Турции четкие условия. Либо Анкара сокращает объем торговли с Тегераном, либо ей придется столкнуться с последствиями. Президенту Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат Хисарджа Эуглу подтвердил, что Вашингтон озвучил Анкаре свои требования. В настоящий момент переговоры с американскими официальными лицами продолжаются, однако Союз торговых палат и товарных бирж решительно выступает против введения ограничений на торговлю с Тегераном. США совместно с Израилем продолжают настаивать на том, что Иран продолжает развитие своей ядерной программы. Подобные заявления способствовали выходу Соединенных Штатов из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году, между Ираном и западными державами. Автор также пишет, что Турция регулярно выступала в качестве посредника между Ираном и западными державами. Турция также помогла Ирану в сложный период, когда вступили в действие санкции ООН, направленные против иранской ядерной программы, разрешив Ирану воспользоваться финансовыми средствами, чтобы избежать банкротства. Сегодня Турция требует, чтобы она покупала нефть из Саудовской Аравии, а нефтепровод из Турции поступает из Ирана по более низкой цене. В заключение он приходит к выводу, что в настоящее время Турция оказалась между США и Ираном. Итак, с одной стороны Турция имеет Тегеран, который быстро забыл о турецкой доброжелательности в трудный период международных санкций, а с другой стороны США, которые хотят оказать давление на Тегеран и заставить Анкару придерживаться их санкционной политики. В настоящий момент Турция оказалась зажата между союзником в лице США и соседним Ираном. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн выразил беспокойство по поводу правового положения на оккупированных палестинских территориях, что предполагает произвольные аресты, преднамеренные нападения на гражданские лица и принудительное перемещение. Зейд также указал на насилие в Израиле и секторе Газа, в результате чего погибли десятки палестинцев. Хоть и ООН и правительство Египта приложили усилия, чтобы объявить о прекращении огня между Израилем и Хамасом, ситуация остается слишком хрупкой. В связи с недавними убийствами в секторе Газа, Верховный комиссар также отметил, что Совет по правам человека в мае решил отправить дело в независимую международную комиссию и добавил, что крайне важно раскрыть причины недавних протестов. В результате серии терактов 25 июля в южной провинции Эс-Сувейда по меньшей мере 32 человека были убиты, а десятки получили ранения. Террористические акты были совершены Организацией Исламское государство в регионах, контролируемых правительством. Ранее информационное агентство САНА сообщило, что 25 июля произошел мощный взрыв, потряс южно-западный город Эс-Сувейда. По данным агентства, террорист-смертник взорвался около рынка. Пожарные все еще пытаются тушить лесные пожары вблизи столицы Афин. По меньшей мере погибло 49 человек и более 140 получили ранения. Социалистический партийный альянс Греции по пожарам Антарсия объявил в заявлении, что Греция не может защитить свое население от пожаров. В заявлении Антарсия обращается особое внимание на тот факт, что расходы в стране более ориентированы скорее на вооружение, чем на социальные услуги. Из-за военных расходов и внешнего долга на социальные услуги отводится очень мало ресурсов. Лесная инспекция закрылась в стране, расходы на пожаротушение сокращены, а оборудование абсолютно не используется. Именно поэтому было невозможно принять какие-либо меры, говорится в заявлении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию национальную хамшенскую песню «Мона Мона» в исполнении Арама Моксисяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!